МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА И размышления после Мюнхена. Почему Литва попросила союзников усилить оборону? И какое первое впечатление произвела новая американская администрация на литовское руководство? Это в настоящее время итоги. Специальный гость нашего эфира сегодня министр иностранных дел Литвы Лина Слинкявич. Итак, российский президент в прошедшее воскресенье подписал указ о признании в России документов, в том числе паспортов, выданных в самопровозглашенных ДНР и ЛНР. Президент Украины в ответ заявил, что этот шаг противоречит международному праву. О том, что означает этот шаг для политиков и населения, вкратце рассказывает Александр Янецкий. Указ действует, цитата, на период до политического урегулирования ситуации в отдельных районах Донецкой и Луганской областей Украины на основании Минских соглашений. Украинское внешнеполитическое ведомство заявило, что в Украине решительно осуждают и не признают принятие Кремлем указа. А также обратили внимание, что это де-факто является признанием контролируемых Россией на оккупированных украинских территориях Донбасса нелегитимных органов власти. Посольство США в Украине написало в Твиттере, что признание России документов сепаратистских республик тревожное и противоречит согласованным целям Минских соглашений. Франция также осудила решение России о выдаче паспортов. Это не соответствует духу Минских соглашений, считают в Париже. В самом Минске тем временем заявили, что правило въезда в Беларусь с документами самопровозглашенных республик не изменится после принятого России решения о признании. Паспорта ЛНР и ДНР, согласно заявлениям белорусских чиновников, являются недействительными на территории республики. При этом, как было отмечено, решение о том, впустят или нет в страну держатели паспортов ЛНР и ДНР, будет осуществляться в индивидуальном порядке. Рассказывал Александр Яневский, а в понедельник на востоке Украины вступил в силу очередной раунд режима прекращения огня. Об этом в Мюнхене на полях ежегодной конференции по безопасности договорились члены Нормандской четверки. Была также достигнута договоренность о разведении тяжелого вооружения в зоне АТО. МИД Украины, в свою очередь, на этой неделе опубликовал информацию, согласно которой за три года конфликта на востоке страны его жертвами стало более 10 тысяч человек. О гуманитарном измерении происходящего на востоке Украины я говорила накануне с директором Московского бюро организации Human Rights Watch Татьяной Лыкшиной. В начале недели вступил в силу очередной раунд прекращения огня. Ты недавно была в этой зоне, что ты там видела? И что реально, если исключить политические разговоры, политические заявления, может, по твоей оценке, способствовать деэскалации? Вообще, возможно, она или нет? В первую очередь, когда мы говорим об этом вооруженном конфликте, правильно думать о тех людях, которые в нём живут. А это всё-таки сотни тысяч человек. И через ту самую линию разграничения между двумя противооборствующими сторонами перемещаются тысячи человек каждый день. И каждый день испытывают на себе тяготы войны. И некоторые люди живут непосредственно на линии фронта, в том числе в нейтральной зоне, то есть на ничейной земле между двумя странами. И, конечно, их ситуация самая отчаянная. И здесь очень важно, чтобы все участники конфликта всерьёз воспринимали свои обязательства в рамках международного гуманитарного права делать максимум для защиты гражданского населения. А надо сказать, что стороны конфликта, увы, не соответствуют этим обязательствам. Вот это вот само по себе очень печально. Это равно великое несоответствие? Human Rights Watch в принципе не меряет, не составляет количественные рейтинги, кто лучше, кто хуже. Есть право, есть свод законов войны. И важно, чтобы каждая сторона, вовлечённая в конфликт, соответствовала этим законам, соблюдала эти обязательства. Есть нарушения в данном случае со всех сторон. И эти нарушения касаются и использования неизбирательного оружия. И, кстати, когда вот недавно, в конце января-начале февраля, произошла эскалация в районе Авдеевки, Донецка, то к нам поступало очень много информации об использовании градов реактивных систем залпового огня, опять же, обеими сторонами. И речь идёт о населённых районах. Град оружие очень неточное, неприцельное. Оно накрывает залпами огромную территорию и фактически не может никоим образом обеспечить никакой избирательности. То есть вместе с военными целями под грады попадает и мирное население, попадают дома, в которых продолжают жить мирные жители. И вот мы очень часто слышим, и это всегда вызывает глубокую на самом деле фрустрацию. А вообще, что люди там живут? А вот почему они оттуда не уедут? Вот, например, украинские власти, они же обеспечивают людям возможность эвакуации. Ну, давайте себе представим обычных людей, мягко скажем, очень небогатых, у которых, честно говоря, кроме их собственных квартир, кроме их собственных домов, кроме их собственных огородов, абсолютно ничего нет. Вот как и куда они оттуда уедут? Существуют случаи, которые вот нами были фиксированы многократно, например, когда люди, банально проживая, скажем, в Донецке, которые находятся под контролем пророссийских сепаратистов, выезжают за пределы Донецка уже на подконтрольную правительству территорию, чтобы окучивать свои огороды. Это всё живые люди. Существует Минск, существуют переговоры, существует политический дискурс. Но за этим политическим дискурсом и непрерывным, кто прав, кто виноват, кто начал, кто не начал, стоят всё-таки живые люди, живое человеческое страдание. Вот есть эта нейтральная зона, я так понимаю, что был опыт во время последней поездки с этой нейтральной зоной. Что это и как человеческое измерение того, что там происходит? Мы очень много работаем на востоке Украины. Собственно, с первого же дня, с самого начала вооружённого конфликта наши исследователи туда выезжали, выезжали регулярно. Я сама выезжала, не знаю, мне уже сложно сказать, раз 12-13, действительно счёт потеряла. И, конечно, проезжала многократно и через так называемую нейтральную зону. Что такое нейтральная зона? Это реальная ничейная земля между последними противоборствующих сторон. В каких-то местах она несколько сотен метров, а в каких-то больше двух километров. Далее, с нейтральной зоной, конечно, огромная проблема в том, что туда крайне затруднён доступ гуманитарных организаций, потому что ни та, ни другая сторона конфликта не обеспечивают им должных условий работы, то есть не дают жёсткие гарантии безопасности. В этой ситуации, конечно, они ехать не могут. И вот, например, когда я просто с обычными людьми, местными жителями, переезжала из Донецка на маршрутке в Марьинку, собственно, пригород Донецка, до которого раньше от центра Донецка было ехать полчаса. А сейчас вот это с пропускным режимом занимает долгие-долгие мучительные часы. А некоторые люди не успевают проехать, застревают на ночь. То есть это может занять больше суток. Вот как это всё выглядит? Люди ещё ночью, чтобы быть первыми в очереди по украинскому посту, когда он начнёт работать. Начнёт он, соответственно, работать по украинскому времени в 8 часов утра, а по времени Донецкой Народной Республики, там в другое время, в 9 часов утра, они эту очередь занимают ночью. И находятся там ночь, подвергая себя опасности очень серьёзной. И в этих местах погибали люди. То есть мы фиксировали такие случаи. В результате обстрелов, каких-то столкновений, которые происходили в тот момент, когда там находились гражданские. И они там проводят очень много времени. При этом ничего там не оборудовано. Нет никакой инфраструктуры. То есть нет банально туалетов, извините. Это очень тяжело физически. Это особенно тяжко сказывается на пожилых людях, на больных людях, на детях. А там, конечно же, ждут семьи с детьми. И всё это как раз можно исправить при наличии доброй воли со стороны противоборствующих сторон. Большая новость этой недели. Паспорта ЛНР и ДНР были признаны в России официальными документами. Вот с точки зрения свободы передвижения, возможностей для гражданского населения, если отринуть какие-то политические факторы, как вы этот шаг оцениваете? Ну и политический, наверное, тоже. Знаете, политические оценки мы не выносим вообще. Это не наш мандат. Вот эта норма, её принимали, оправдывая соответствующий шаг, как раз желанием помочь гражданскому населению, и детям, например, и старикам, которые оказываются на территории Российской Федерации, въехав туда из Луганской Донецкой области, из тех частей Луганской Донецкой области, которые не подконтрольны правительству, и у которых по той или иной причине исключительно документы, выданные местными де-факто властями. И вот что же этим людям делать, когда они оказываются в России, если им нужна медицинская помощь и так далее. То есть это некий шаг, который оправдывался соображениями чисто гуманитарного толка, но, конечно, он сам по себе имеет политическое значение, и поэтому, конечно, он в Украине вызвал такой яркий протест. Мы сейчас говорим о блокаде, которую начали буквально в начале года. ЛНР, ДНР, экс-бойцы АТО сейчас блокируют железные дороги, дороги. Вы можете дать какую-то оценку тому, как это влияет на ситуацию в страдающих этих местах? Эта блокада всё-таки её начали относительно недавно. У нас не было возможности изучить, как она отражается на ситуации гражданского населения. Но, опять же, важно понимать, вот идёт война, есть законы войны. Все стороны должны делать всё возможное для того, чтобы защитить гражданских. И кажется, что подобные блокады в эту парадигму не вписываются. Это была директор московского отделения Human Rights Watch Татьяна Лакшина в нашем эфире. И продолжайте ему блокады Донбасса. Эта акция началась ровно месяц назад. Её последствия на сегодняшний день локальными назвать никак нельзя. С подробностями Дмитрий Шахов. С 25 января длится блокада нескольких железнодорожных перегонов с неконтролируемых территорий Донбасса. Из-за действий бойцов добровольческих батальонов, которым присоединились и действующие военнослужащие 58-й бригады ВСУ, украинскому правительству пришлось ввести режим чрезвычайного положения в энергетике. В блокировании железной дороги также принимают участие и несколько народных депутатов Верховной Рады. Премьер-министр Украины Владимир Гройсман заявил, что выступает против блокады поставок угля. По его словам, это грозит остановкой ряда предприятий. Например, уже приостановил свою работу металлургический комбинат Волчевский. Гройсман уже встретился с участниками угольной блокады и обратил их внимание на то, что от их действий страдают все граждане Украины, а не только те, кто проживает на оккупированных территориях. Активисты, препятствующие прохождению поездов, считают, что на поставках угля из оккупированных территорий наживаются украинские олигархи. Министр энергетики и угольной промышленности Украины Игорь Насалик заявил при этом, что уголь, который поставляется с Донбасса, используется для производства 30% электроэнергии в Украине. Отсутствие топлива может привести к веерным отключениям. Национальный банк Украины допускает, что блокада поставок угля может привести к дестабилизации валютного рынка в стране. Рассказывал Дмитрий Шахов. Стоит отметить, что блокада Донбасса разворачивается в дни трехлетней годовщины событий на Майдане. В прошедшие выходные там тоже митинговали. Около тысячи человек собралось на Народное вече, требуя прекратить торговлю с ДНР и ЛНР и выступая в поддержку блокады. Митинг закончился столкновениями полиции и протестующих, в ходе которых пострадало как минимум 11 человек. О взгляде на ситуацию в Украине с точки зрения соседей, стран Балтии. Накануне этого эфира я обеседовала с министром иностранных дел Литвы Линасом Линкевичусом. Господин Линкевичус, я рада вас приветствовать в очередной раз в нашей студии. И у нас разговор на многие темы, но хотелось бы мне начать с событий недели в Украине. Ваш сосед, и в общем говорят сейчас много об этом, и информационных поводов много. Сейчас идет энергетическая блокада, и мы слышим, самые разные новости приходят. Блокады это обоюдоострые, поскольку с Донбасса не пускают уголь, и в общем сейчас экономика страны, насколько мы понимаем, уже страдает. Власти этого не одобряют, но остановить в то же время не могут. Вот на ваш взгляд, когда вы наблюдаете за ситуацией, у вас есть какие-то опасения по поводу того, насколько официальный Киев контролирует ситуацию, и есть ли у вас какие-то рекомендации на тему того, что с этим делать? Я сам две недели тому назад был в Диевке, как раз в том месте, где как раз перестреливаются еще и сейчас. Были как раз промежутки вот этих боев, скажем так. Разговаривал с людьми, которые живут в этих домах полуполуразрушенных, без крыши, порой без электричества, порой без обтопления. И такие мысли, конечно, двоякие приходят. В первую очередь, конечно же, легко тут рассуждать, созывать всякие саммиты, встречи, перемирия. Очередное как раз 20-го было вроде бы договоренность. Мы видим, что это не выполняется, поскольку около 70, около полусотно обстрелов за сутки пользуются опять крупнокалибры оружия, которое запрещено Минскими соглашениями и так далее, и так далее. Но я сам наблюдал за этим и видел доказательства нарушения этих доваренностей. Я видел, когда ведутся обстрелы из жилых территорий, когда нельзя возвратить огонь, по сути дела. И используются даже танки, что вообще никак нельзя, скажем, оправдать, если смотреть на договоренности. Ну и тут говорить про какой-то контроль сложно, поскольку не выполняется вообще-то в очередной раз условия той стороны. И Украина имеет право защищаться, я так думаю. Тут других мнений быть не может. И она должна защищаться. Но перемирие тоже обязательно должно быть, поскольку иначе это гуманитарная катастрофа в той же Авдеевке. Ведь если на улице минус 20, знаете, мы говорим про такие вот вещи. Это очень сложно. Так что, насколько я понял, и местное руководство, и местные власти, они пытаются помочь людям, и восстановить жилье, и восстановить вот эти все коммуникации. Там Коксовый завод очень важную роль играет, кстати. Он тоже работает с каким-то переменным успехом, но все-таки без каких-то пауз, поскольку технологически этого нельзя сделать. Ну и, конечно, все эти такие приграничные, скажем, движения, они должны тоже быть. Как мы понимаем, полностью эта блокада не совсем возможна для того, чтобы нужно как бы гарантировать жизнеспособность и тех же заводов, и людей, и так далее, и так далее. Власть это очень хорошо понимает. Насколько это понимание будет с другой стороны, я не знаю. Но в эти дни исполняется три года со времени событий на Майдане. В эту годовщину бывший президент страны Виктор Янукович написал открытое письмо лидерам, в том числе американскому президенту Дональду Трампу. Он призвал провести, во-первых, детальное расследование случившегося в Киеве, а во-вторых, он предложил включить представителей Донбасса в переговоры в нормандском формате. А вот как вы можете оценить, во-первых, эти действия, а во-вторых, это предложение? Я лично вообще никак не хочу оценивать мнение бывшего президента, который уже себя показал в истории, я думаю. И он уже ушел из этой истории. То, что нужно, то нужно эффективизировать вот этот формат, конечно же. Нормандский. Да, и даже, может быть, и другие усилия нужны, поскольку я иногда чувствую, что у нас есть слишком упрощенный взгляд на это, минские договоренности. Их по-разному читают. Вот, скажем, там, если так буквально посмотреть, то можно додуматься до того, что сперва должна быть децентрализация политических решений, а потом только деэскалация и улучшение ситуации безопасности. Когда встречаешься с людьми, особенно те, которые стоят на фронте, или те, которые действительно являются заложниками этой ситуации, им вообще трудно это понять. Я сам тоже трудно понимаю, как можно двинуться вперед по политическим вопросам, не имея, значит, какого-то прогресса в плане безопасности в прямом этом смысле. Так что, если искренне хотим улучшения ситуации, мы должны смотреть как бы трезво на эти вещи. Если мы переместимся сейчас в вашу страну, буквально недавно прибыл первый батальон НАТО, решение о расквартировании которых было принято в Варшаве. Вы записали видеообращение к союзникам, когда солдаты прибыли. Но уже в ходе Мюнхенской конференции, которая недавно состоялась, ваш президент заявил, что решений, принятых в Варшаве, недостаточно. И она заговорила о необходимости большего укрепления восточных флангов НАТО. Что заставляет вашу страну идти на такие шаги и делать такие заявления? Нет, так тут надо понимать, это совсем логично, поскольку то, что было принято в Вельсе, в НАТО, в саммите, потом в Варшаве, сейчас воплощается в жизнь. Довольно успешно. Конечно же, это недостаточно. Мы должны идти вперед. Это само начало, поскольку у нас пробелов в способностях военных очень много. И мы понимаем, что за ночь такие вопросы не решаются. Но не сейчас как раз проводятся как раз в жизни вот эти решения. И этот батальон, как мы говорим, мы же говорим про тысячу военнослужащих. Некоторые даже как-то насмехиваются над этим. Что тут тысяча может? Конечно, тысяча не решит вопрос. Говорят о символизме скорее. Это не символизм, это все-таки многонациональный ответ на вызовы. Это тоже как бы, ну скажем, и проект, который будет иметь будущее. И военные наши штабы, они будут принимать решения в соответствии с ситуацией. Так что тут не окончание, а как раз начало того, что было решено в Варшаве. И будет продолжение. Это как раз имеет в виду и президент. И все это так понимают. Но я хочу еще раз подчеркнуть. Мы говорим про такие, не то что символические, но маленькие цифры. Тысяча военнослужащих в Литве, тысяча в Латвии. Ну, там немножко больше в Польше. Но это же, конечно, не решит ситуацию. И тут сравнивать с тем, что происходит на другой стороне границы, опять же, даже трудно. Поскольку десятки раз различается и количество и военнослужащих, и военной техники, и количество учений в десятки раз. Так что мы тут сомневаться не собираемся, и гонку вооружений на Грентай тоже не собираемся, и эскалировать ситуацию не собираемся. Но никто не должен сомневаться, что не будут приниматься меры для того, чтобы гарантировать безопасность этих территорий. Вот эта весть очень важна. Но если вернуться к Мюнхенской конференции, это стало поводом, как многие сказали, познакомиться для европейцев с представителями новой американской администрации. Вот у вас какие ощущения и впечатления сложились от этого знакомства, от этих первых встреч и переговоров? Вы знаете, для меня лично очень хорошие впечатления сложились. Вице-президент Пенс выступил с речью, и он встретился, имел другие встречи, в том числе с лидерами Балтикских стран. И эта встреча прошла очень искренне, очень конкретно, предметно. Это не была только встреча для знакомства, но была очень конкретная беседа как раз о нашем совместном сотрудничестве в плане безопасности, обороны. Подтверждены обязательства США в Европе, как по отношению Европы, так и по отношению нашим трём балтийским государствам. Как раз то, что мы ожидали услышать. В том числе я бы хотел упомянуть, что очень сильное, понятное, ясное выступление министра обороны Мэттиса тоже в этом плане. Так что больше ясности появляется в общей картине, скажем так, поскольку все как-то с нетрепением ожидаем больше этой ясности, время идёт, и хотим эти контакты как больше, как можно быстрее наладить или восстановить, как бы начинать уже сотрудничать. Так что тут тоже время идёт. Я чувствую, что тут в США немножко затянулось формирование правительства. Так что мы будем со своей стороны проактивно себя вести. Мы хотим вернуться в нормальное русло. И вот те встречи в Мюнхене, они заложили очень хорошую основу для этого. И такой немножко оптимизма добавили. Я думаю, что мы продолжим в этом же духе, уже в двухстороннем плане. Как бы продолжим то, что намечено там. И, я думаю, продолжим во встречах в США и в других встречах на нашем континенте. Господин министр, а нам всегда удается завершить на оптимистичной ноте, так или иначе? Спасибо вам большое за ваше участие. Я надеюсь, что мы с вами уже вскоре опять увидимся и поговорим о развитии событий, которых, видимо, будет много. Обязательно, спасибо вам. Это был министр иностранных дел Литвы Лина Слинкявичус. В эфире программы «Настоящее время. Итоги». А на этом наше время. Сегодня подходит к концу. Мы подводили итоги последней недели февраля. Дальше больше. Смотрите нас в эфирах ваших национальных телеканалов и в интернете на Карантин ТВ. Я, Юлия Савченко, прощаюсь с вами. До следующей недели. Всего вам доброго. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Кулакова